вот ну начинаем вот значит приветствуем наших дорогих друзей любителей бамбука сякухати и жизнь ними значит нас сегодня в гостях алекс хармари практически один из древнейших я бы сказал заслуженный энд движение сякухати россии вот значит был свидетелем многих исторических и доисторических сякухачевых событий вот и такой как бы в связи даже вот с этим собственно такой вопрос вот ощущение тогда вот когда только впервые ну как бы вот узнал о сякухате впервые что-то началось ощущение вообще как бы вот и сейчас вот того что происходит того как происходит на я имею ввиду всего что связано с сякухате так или иначе вот какие ощущения тогда и сейчас но ощущение что тогда наверно все таки больше было какой-то движухи да как-то стремительно развивалась какой-то больше каких-то пересечений вообще не было то есть как-то больше все это болело сейчас все так вроде вроде как больше людей стало играть но при этом вроде как все так каждый своем находится в своей какой-то теме там направлении вот что-то там происходит какого-то такого развития движения какого-то как-то больше общения какого-то понятно но то это у нас как бы такая традиция как это все на это разделение на мелкие такие княжества всячески и тут тоже так же как бы раз раз сейчас же на самом деле раньше было практически же практически было только в в но как бы вот в москве там самое такое вот основное вот потом уже питер как-то стал подсоединяться вот а сейчас вот так если по факту то получается как бы ну много где вот так вот сякухате уже уже проявилась ну не обязательно поймать вам каком-то ключе но все таки раньше же такого не было то есть когда вот в те времена когда вот только начиналось ну вот то есть как бы так а чего нового происходит и вообще что происходит вот ну в питере с сякухачевой темой последние времена вот ну прям чего-то нового скорее как ну в какой-то момент да вот я там перестал заниматься всякими движухами и пытаться там народ организовать вокруг этого вот ну и сейчас все кто вот так или иначе занимался там или играл что-то уже как-то все это разделилось и каждого в своем направлении движется вот периодически да там пересекаемся вот но сказать что-то новое я сегодня думал кстати как раз на эту тему как-то вот пришлось оно ну на самом деле я бы даже сказал что может я конечно мало наблюдаю но ты больше конечно наблюдаешь среду вот вот но по моим ощущениям вот прям чего-то нового на стексте кухать там например ну в музыкальном даже плане да то есть что-то нового и качественно сделанного в мире еще кое-где да попадает вот как правило с пирамидом да что-то происходит там выходили за последнее время там интересные альбомы очень такой авангардную музыку там был райли кстати выходил с квартетом по-моему очень необычный для него как бы и вообще мне кажется у нас пока такого ничего не происходит вот я больше наблюдаю что мы в Питере и вообще других городах да есть такое вот скорее разделение что ли кто-то вот играет там изучает традиционные пьесы да вот как-то в это погружается в эти стороны фактически не касается этого или очень так поверхностно и играет играет что-то твое там как может для каких-то своих почт ну какой-то вот это основное наверное там еще много чего есть вот поэтому скажешь что-то новое ну наверное нового пока ничего нет есть только углубление тех кто углублял продолжают углублят но кстати в в москве же вот то еще в но и в те и и в то время было как то есть как это но существует существовал и в принципе сейчас существует то есть как бы некая вот вот школа кинка привязаны к консерватории московской и вокруг этого ну какая-то какое-то аккумулирование определенное вот и появилась уже ну как появилась альтернативное течение в то время ну как бы ты помнишь соответственно вот и были форумные какие-то значит эти вот там значит баталии да что вот что правильно что неправильно то есть какая-то вот такая была это самое а вот и ну сейчас уже это все давно ушло в историю так сказать и сейчас все существует одновременно как бы и вот это консерваторская какое-то значит гнездышко и туда же попадает люди как можно сказать со стороны но вот как ну то есть каким-то образом там это эндрюсан играл то вот недавно человек мне там по поводу флейты там привел другого человека чтоб я флейту ему там показал сделал так далее и вот он говорит а я тут консерватории сыграл ну как каким-то образом хотя этот человек вообще не никак к этому не относится ну такой можно сказать альтернативщик вот каким-то образом он очень сыграл в общем у нас всегда я к тому что у нас всегда происходит какие-то ну такие чудеса можно сказать то есть вот то есть появляется одно в одном другое в третьем и так далее вот на что есть на самом деле какая-то надежда какое-то нелогичное развитие потому что если так логически то получается что как бы вот ну вроде как не особо так перспектива на все это вот кажется но идет какими своими путями я потому что в питере же такого не было никогда то есть там же у вас как получается просто вот одно какое-то такое вот течение правильно это не было никогда и наверное не будет так как в москве что-то там при консерватории аж вот то есть что-то официальное так далее мы собственно пытались в свое время как раз к этому прийти но получилось и ладно на самом деле вспомним сейчас ну это какие-то разовые такие скорее точечные эксперименты и вот никита часовников насколько помню его были концерты по скрипачам там и что в дуэте там интересно играли вот я к сожалению не был правду на концерте дважды дважды по-моему они но с ним и так как с ним будет такая тоже встреч поэтому мы с ним я думаю эти обсудим и всякие такие моменты это вот наверное дети каких-то необычных до сочетаниях попытках хочешь соединить что-то что-то привнести в эту ну наверное такой был а у меня был опыт который к сожалению тоже не развился но вот он до сих пор мне как сказать не покидает желание вот как-то осуществить это есть такое направление в роке по строк называет очень интересная многогранная такая многослойная музыка которая основной состав как уроки да то есть там бас и гитары и две гитары электро и ударные там перпульсия какая-то ну и там бывает заторы там уже добавляется много чего и это на музыку там нет текста то есть это всегда музыка вот и она вот как такая весьма атмосферная очень а какие названия из известных из известных com вот командах парочку там ли одно я могу питерских и московских самых известных назвать ну например я не особо знаю стиль питере была команда сиклой на кой же очень интересные они причем очень так какое-то время сами себя старались это все развивать своими силами как-то ездили даже китай по моему еще куда-то вот и москве были ребята трое рива вот я сейчас не знаю как бы жив ли их коллектив это наверно все что мне удалось послушать и наших команд которые были питер москву ну и то есть соответственно тебе хотелось это сякухати как-то сделать соединить для вот это могла бы очень классно что мешает этому что мешает всем этим процессом мне кажется это вот договориться стоит и вот чтобы было желание это как-то вот двигать и что-то с этим делать это наверно основном как-то вот это все трудно у нас происходит почему ну и что касается вот была просто одна встреча попробовали поиграть проектировали вот но там как бы есть технический же момент еще касательно там подключивание сихвати потому что я пытался мы там играли в комнате 4 не знаю примерно там 4 на 4 метра наверно такая комнатушка стоя вот так вот друг рядом с другом тут гитара значит барабаны там все это ревет я себя не слышу ну это да 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 то есть нужно конечно это еще технически все доводить можно было что-то сделать но к сожалению перестал существовать буквально какое-то время после этого они перестали пока к сожалению так и не собрали поэтому так вот это интересно было бы осуществить мне по крайней мере а так как бы есть и конечно что-то тоже попробовать более популярной играть так то есть у нас значит такое все что-то происходит но очень медленно но как наверно есть такой момент соглашусь потому что тоже вот ощущаю в какие-то какие-то процессы вот несмотря на то что вокруг все вроде летит куда-то с какой-то бешеной скоростью а вот какие-то процессы они даже вот ну даже у меня вот во флете строение также бывает то есть я понимаю что вроде должно там через неделю уже быть готова вот по идее по факту это все растягивается там еще на три недели и и даже ответа нет а почему потому что вот какие тут мелкие процессы чего-то вот тут-то-то с музыкой так вообще я последнее время вот допустим какие-то такие записи делаешь ну типа инструментальные такие и и понимаешь что как бы вообще вот эти музыканты вот которые альбомы записывают это какие-то на самом деле святые люди потому что даже чтобы записать какой-то трек это надо столько времени столько какого там внимание и так далее а вот записать альбом такой ну полноценный это вообще какие-то подвиги вот а секу хате еще чтобы ее еще как-то нормально чтоб она но звучало как секу хате чтобы это все было это и вообще какой-то сразу мне кажется нам памятник ставить уже при жизни человеку и вот какой-нибудь из титана люди ночуют люди и живут там практически по месяцу и опять же это там и как правило команда работает ну да какое-то происходило конечно нужно ну все таки такое обоюдное намерение да то есть бану было сейчас такой что его просто ну прям совсем нет ни у кого на если до этого что-то еще там какие попытки были то вот сейчас ну как бы возможно не до того и но опять же там люди какие получались многие уже так разъехались по миру и двигаться тоже двигали частных питере то есть так уже живут других местах какая-то часть вот этого движения она уже убавил так ну у нас там так это пессимистично пессимистично значит с сенсеями же продолжаете до заниматься вот виртуально расскажи об этой теме да мы продолжаем сферы заниматься сейчас я правда но я перестал заниматься соль на мы занимаемся сырой продолжаем там изучать на данный момент фига натона версии а вот такая вот берем уроки да по видеозаписи такой ну хороший вариант вот собственно если кто-то там раздумывает может быть где-то там в отсутствие возможности например вживую маски планками европейцами ну какими-то учителями целью можно пробовать такие варианты с помощью интернета да потому что даже такой вот такой способ общение какого-то взаимодействия все равно довольно много дает ну и какие-то там технические моменты осваиваешь всегда ты можешь не только технические вещи спросить есть возможность взаимодействовать такая и надо конечно вот так что мы изучаем до пьесы но так тоже все у нас довольно медленно происходит ну понятно там если все работают соответственно были времени на это не так много остается вот но мы вот делаем записи это играем сначала там в это время нам все время не нравится вот потом наконец мы уже решаем что надо надо делаем там отложить это отложить плетку для самобичевания и начать так сказать а слушай это самое вот чё я хотел спросить ты получается вот вы именно выступ все выступления у вас были в питере то есть вы в какие-то города еще не ездили там ну ну москву только да ты сюда ответ об этом тоже думал конечно ну дуэтом к сожалению не ездили никуда хотя один раз на куда-то звали но там что-то не сложилось там тоже в коми соборе сыграть городе просто я к чему говорю потому что потому что вот допустим ваш дуэт мне кажется был бы ну вот ну как такими идеальным для какого-то вот такого концерт полноценного где ну где можно было сыграть и дуэт и там и современную какую-то музыку и хон кёку то есть скажем допустим ну мне кажется это было бы вот но да то есть допустим если я поеду я там вот ну как вот я в питер приезжал то есть там хон кёку и какая-то общая такая вот общий рассказ лекции все с флейтами связан с флейт строением то есть в эту сторону да как бы но это специфическая тема а вот то есть я вряд ли сыграю там какие-то ну не знаю там такие интересные популярные мелодии или что-то такое вот а вот допустим ваше сочетание ну вот для новых людей вот которых ну там услышали японской флейта или просто афиши какие-то висят да скажем японская флейта вот и соответственно мне кажется это вообще было бы очень здорово то есть если бы там куда-нибудь ну вот как андрей сан ездили сейчас в архангельск там вот в какой-то какой-то еще город может быть так что друзья если кто так сказать видит слышит или знает того кто кого-то приглашает вот есть ребята послушайте я тут ссылочки там под видео дам чтобы иметь представление вот то есть для ну как бы вот для нашей страны это уже уровень я считаю очень высокий то есть ну в мире есть разные исполнители и там разного свойства но хотя я думаю что даже если вы выступили где-то и в там скажем в других странах я думаю что это было бы ну на хорошем таком уровне вот ваше уже вступление то есть как вы играете как вы сочетаетесь вот поэтому вот я бы как-то пожелал бы такого что чтобы она вот как-то осуществилась но что мне кажется это тоже как-то вот то чего не хватает в принципе вообще да то есть какого-то вот ну вообще кого-то движения хотя бы минимального вот ну да к сожалению так локально все варится конечно дуэт он расширяет возможности вот еще больше конечно там возможности например у трио какого-нибудь да там но и сложнее же такая штука что чем больше народа теперь сложнее но это да и вдвоем то вполне нормально то есть и собраться не так сложно и что-то ездить куда-то ну то есть да а я ездил только ну играл в мурманске несколько раз но такой сольный вчера были вот но там к сожалению соответственно тоже ограничены разные варианты до этого да можно такой более скажем так адаптированная программа да да потому что у вас есть там какие-то уже такие ну вот как бы красивые сочетания мелодические то есть с этой стороны у сику хате вообще она ну как бы очень очень хорошо заходит большинству людей все-таки хон кёку это специфическая штука и уже в каком смысле человек должен быть или или подготовлены ну как-то на других каких-то волнах оповещен о том что вот такая штука существует мелодически она так или иначе она звучит там и в фильмах и много где вот поэтому так они водят причем мы играем если на фунала туда 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 вот ну там ее еще работать и работать на ней но уже более менее она играется несколько раз ее уже пробовали сыграть собственно в москве мы ее сыграли я выяснил потом по записи видимо нас было плохо слышно там плене за подзвучки ну то есть есть да такие стараемся взять какие-то современные пьесы до которые нам сами не нравится потому что конечно ну как бы вот понятно что мелодия за привычки но как бы специфическая вроде бы но это такое как какой-то универсальный такой язык да вот и когда у человека наверно нет вот ожидании до вечером если нет ожиданий то наверное это заходит а иногда он дал что-то впадает человек мог никогда это не слышать но прийти и потом ну бывало после наших каких-то выступлений совершенно неожиданно люди давали насколько глубокий отпуск ну кстати да да может и такое происходить такая идея была я говорю нужно вот люди когда отзыв дают хотя бы не знаю на телефон записывать потом вот этими словами понимаешь рассказывать об этом потому что кстати да 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 точно так дорогу вот так и какие такие вещи которые ты сам и не придумаешь да 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 это хорошая хорошая тема вот это очень здорово и вот эта штука люди и вот который часто попадаются на каждом практически концерте там их нет и не все понятное дело кто-то там допустим ожидал другого не зашло там кто-то любопытный музыкант например там часто старается это все осмыслить своего полтора туда там а как там все это строится ну да да ну понятно да у всех свои какие-то темы но всегда есть люди которые ну они про японскую музыку может быть только своего сочетания такое слышали в жизни и то не факт но они вот такие люди часто дают очень голые строки ну и понятно что вот они прочувствовали хотя они не знают ни вот этот контекст сейчас знаешь какая пришла тема что это самое в советском союзе ну в россии как бы есть такая очень ну и сейчас в общем популярная эта тема бардов вот она но грушинский фестиваль он до сих пор там несколько десятков тысяч собирает вот и может быть какую-то приставку делать его бард сякухати ну то есть ты приезжаешь в какой-то город и там что-нибудь такое бард что-нибудь такое какую-нибудь приставку делать чтобы какие-нибудь там тетушки бабушки там шли там по скверу и тут афиша такая висит бард сякухати и чтоб они пришли вот и ждали до конца так сказать концерта когда же будет там ну что-нибудь изгиб гитары желтый или что простите мне очень понравилось но а где же вот бардовска как он и комусо это барды только у них сякухати вместо ну вот шутки шутками а что-то подобное в промоуш нам уже не хватает по сути какого-то такого правильного промоушена да но по сути дела праве скорее люди то но люди есть которые могут это воспринять и с удовольствием как говорится и прийти там даже не только на бесплатный концерт ну да просто проблема именно уметь донести вот и обращаться просто нужно у нас привыкли концерт там традиционные бамбуковые флейты там японские японская музыка как бы кто у нас там питере в москве знает про японскую музыку и вообще что-то знает там асюхати частности вот там что-то еще в это там люди ну попали это в больших а где-то там провинции например городках поменьше где-то да там вообще об этом поэтому ну скорее вот не к этому надо обращаться к этому тоже да ну даже такие такие концерты устраивать и акцент на этом делать да больше вот скорее как раз на другое вот то что я говорю вот ориентироваться на отзывы людей до которые но кстати на это хорошая идея на самом деле сейчас же это легко сделать вы не против я вот там запишу так здорово там раз включил смартфоне записал себя научить это делать потому что это происходит в живую но если уже если уже вот я допустим я допустим эту это же уже просто вот идея да то есть я раньше ну до вот этого момента я как-то об этом не думал мне же тоже люди что-то там рассказывают там и так далее ну вот я делюсь только-только-только только комментарии может какие-то а вот если вот эти после концертов то действительно включил и потом можно это скопировать послушать и так далее да интересная тема но смотри у нас тут это сейчас потихоньку мы к завершению идем вот тема тема будущего вот если ну если представить что ты вот можешь как-то вот так скажем сделать такое пожелание не просто пожелание а ну есть такая появилась такая у допустим гарантия что твои пожелания там через год-два там будут сбываться вот какую ты ты бы увидел так сказать носик ухачевую жизнь да вот в но для себя и для там скажем ну для россии для вот каких-то масштабов да то есть вот что в нее должно вот как-то входить да вот ну в первую очередь вторую и вообще как бы вот ну сложно разделить по какой-то очередности до из того чего хотелось бы конечно видеть больше каких-то сильных исполнителей да то есть люди не просто там приобрели флейф там да и и все и пропали где-то там и хотелось бы больше исполнителей сильных которые дитон играют при этом свои какие-то у них идеи да ты что мне это уже на таком на хорошем уровне это все как-то являлось вот это было бы здорово больше модели каких-то вот между такими людьми ну и не только между сикхатниками но и вот из каких-то коллабораций с разными вот этого конечно было бы тоже интересно ну а что касается своих каких-то желаний для себя ну конечно хотелось бы живую сэнсэй заниматься заниматься с теми с кем еще и пока еще есть возможность где-то побывать на каких-то мероприятиях концертах за рубежом сыграть жене с хоруковым на берегу тихого океана вот кстати видишь об этом последние тоже как-то вот это приходила такая тема вот такие вот вещи да 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 конечно конечно хотелось бы своих то есть наших сырых концертов больше чтобы какое-то движение вот пошло по городам и чего бы прям вот это причем не только сикхатик касается это вообще какой-то общий вот такой музыкальной истории но по сути дела у нас же ну нет таких людей которые вот ищут что-то интересное да и это находит и потом продвигают музыки какие-то вот двигаются как-то то есть менеджеры какие-то это все есть но опять в эстраде это наш вот там вот ну вот вот да да в остальных сферах этого практически ну как бы нет в остальных жанрах там и так далее то есть люди вот частности вот то что я говорю были пост рокеры да вот ребята очень классно музыку делали но они просто не вывезли вот это все на себе не смогли ну там я не знаю почему конечно распада коллектива но то что это было очень такая тяжелая нагрузка вода самим двигать возить да да конечно и вот это это у всех как бы есть на самом деле такой вот момент который многих ломает и вообще ну как бы все это ходит на нет потому что для этого нужны люди которые скажем так профессионально да это могли ну да тут же еще да такие люди какие-то движения пойдут ну вот тут получается все мы сейчас как это своими как своими силами да ну то есть там каждый что может то делает да ну то есть соответственно я там могу вот ролики записывать но записываю там какую-то активную рекламу тоже здесь как бы делать надо это ну обладать этим свойством до чтобы вот я допустим один раз выставлю там вот будет концерт ну и все как бы 10 раз и мне уже стану с я буду 10 раз концерт 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 вот а по идее эту работу нужно делать да и и хорошо когда это делают люди у которых не возникает противоречия от этого да ну то есть когда вот он ну десять раз всем концерт 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 вот и как бы и для него это будет нормально а для нас это уже я вот уже три раза сейчас произнес мне уже что-то что-то думает слишком технологии для этого для распространения формат ну да 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 в общем скорее уже человек который умеет этим пользоваться ну и конечно обсуждали да нужно подачу формат немножко немножко изменить ну что ж тогда да пожелаем и себе и все всем нашим сякухачевым друзьям вот этих вот положительных изменений вот у нас время завершается так что спасибо тебе за интервью я думаю что было интересно нашим слушателям и зрителям вот пишите пишите комментарии спрашивайте и переходите по ссылочкам послушайте посмотрите тоже напишите что думаете так что да спасибо тебе будем на связи на будем смотреть слушать других все давай до связи